Химик Антон Чугункин готовит спецраствор, который определяет уровень загрязнения воздуха. Антон эколог по призванию. Даже в свободное от работы время он делает все, что в его силах, чтобы сберечь природу. Бытовые отходы сортирует. Пластик, алюминий и остатки пищи отправляет в разные контейнеры. А на работе и вовсе спасает природу в масштабах Самарской области. Я за экологию, потому что, знаете, с начала промышленного века наша экология очень сильно подверглась воздействию человеческому. И с каждым годом эта ситуация только ухудшается. Лаборатория областного природоохранного центра проводит экоаналитический контроль везде, где ступает нога человека. Анализу подвергаются промышленные выбросы в землю, в воздух и водоемы. Проверяется также качество питьевой воды. Для этого лаборатория оснащена по последнему слову техники. Приборный парк нашей лаборатории постоянно обновляется, в том числе и за счет бюджетных средств Самарской области. Так, в прошлом году на эти средства было приобретено 12 единиц техники. Природоохранный центр составляет и региональный кадастр отходов. Проще говоря, это отслеживание пути, переработки и захоронение мусора. А также помогает предприятиям и организациям Самарской области соблюдать правила экологической безопасности и нормы природоохранного законодательства. У нас участников каждый год, естественно, растет. В прошлом году мы обработали более 7 тысяч отчетов. Предприятие показывает нам информацию, кому передаются отходы. Это либо полигон, если это позволяет, либо если есть отходы, которые имеются технологией переработки, то обязательно разматься вопрос передачи на переработку. То есть это приоритетно. Чтобы самарцы жили в комфортной и безопасной среде, в регионе реализуется национальный проект «Экология». Он включает в себя несколько направлений. Это и сохранение лесов, и уникальных водных объектов, и комплексное обращение с ТКО. И как результат, Самарская область регулярно получает экологический паспорт региона, который можно увидеть на сайте правительства Самарской области. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.